А на это место я хочу позвать Аню Николаеву. Пока она выходит, я хочу кое-что рассказать про нее сначала от себя, потому что все предыдущие мои слова о почтении было людям, которых я, можно сказать, почти не знаю, ну, за исключением родителей. Это служители, которых я люблю, уважаю, но лично с ними не особо дружу. Ну, может быть, возраст, может, еще какие-то временные рамки, может, еще что-то, обстоятельства так складываются. Ее я хочу сегодня представить как от себя, и также и послание от папы, потому что для меня это особенный человек, и я могу, не знаю, как она, но я скажу, что это мой друг, это мой очень хороший друг. Это человек, у которого я очень многому учусь. Это человек, которому много части моего сердца принадлежит. И ее слова, и ее действия, и его внимание очень много оказывают влияние на меня. И маленькое, может быть, участие там, пока она жила в Америке несколько лет, или приезжая сюда изредка, она могла позвонить по скайпу или зайти в гости. Это, я не знаю, как вам передать, но это очень много значило для меня. И у меня было много что сказать, я не хочу, чтобы она краснела. Но буквально несколько слов. Она та, у которой я училась по чтению. Она та, которая умела вовремя тормознуть какой-то не очень, может быть, здравый или здоровый разговор, мнение о ком-то. Она та, которая может очень аккуратно, очень мягко, тактично, но сделать свою юридическую справедливость и сказать, что вот не будем, этого человека здесь нет, давай не будем о нем говорить. Или это сейчас не в том состоянии сердца, или это, может быть, не совсем правильный мотив. Но она очень умело выстраивала эти границы о том, как мы можем преподносить эту культуру почтения в адрес тех, кто нас окружает. Как я могу следить за своим сердцем и понимать, что сейчас говорит во мне боль, обида, переживания, или действительно любовь в адрес этого человека. Мы могли разграничивать мое сердце с какими-то переживаниями в адрес других людей. Мое милейшее создание. Я кропотливо трудился над тем, чтобы ты родилась именно такой. Ты шедевр, вышедший из моих рук. Ты та картина, над которой я каждый день продолжаю работать. Не потому, что она недоделана, а потому, что я продолжаю развивать свой сюжет в ней. Ты мой олень, способный с легкостью взбираться на высоты. Каждое следующее препятствие ты берешь все быстрее и легче, чем предыдущее, несмотря на то, что они усложняются. Потому что ты помнишь, как я помогал тебе с предыдущими, и твоя уверенность во мне возрастает с каждой победой все больше и больше. Ты одна из моих командиров, и ничуть не умоляй этого статуса, ведь не ты себя туда определила, а моя рука открыла эту дверь. А потому не смущайся и иди вперед. Веди мою армию героев к великим завоеваниям и победам. Никакое дело, которое ты делаешь, для меня не может быть малозначимым, независимо от того, молишься ли ты сейчас за кого-либо, или моешь пол, или посуду. Ведь я вижу и восторгаюсь твоим сердцем, каждым твоим делом для меня. Я принимаю твою благодарность, как поцелую, которыми ты меня осыпаешь. Я принимаю твои просьбы, как обязательный список покупок в магазине. Не потому, что ты требуешь, а потому, что ты уверена в моем желании дать тебе все это. Я Бог порядка и устройства, и через тебя я привожу свой небесный порядок на землю. Ты мое послание к миру о том, что все, что попросите с верой, получите. Иди и просто живи в этом. Неси эту весть каждому, с кем встретишься, открывая мое любящее сердце через объятие, улыбку, разговор или любую другую помощь. Я сам буду через тебя вкладывать эту веру в сердца людей. Просто неси мою благую, добрую, истинную весть о моей безусловной любви каждому, с кем встретишься. Друзья, я очень благодарна, что мы можем действительно друг друга видеть Божьими глазами. И я благодарна за то, что мы можем различать какие-то вещи, которые не от Него, и какие-то вещи, которые Он в нас вложил, как сокровища. И я благодарна очень Анечке за ее искренность. Благодарна за ее смелость, дерзновение, за то, что когда она принимает решение, она двигается. И я помню очень хорошо каждый раз у меня вот эта ассоциация, когда мама тебя поздравляла, вас поздравляла на свадьбу, она сказала большому кораблю большое плавание. Я хочу тебе это напомнить. И очень благодарна за то, что из этих маленьких вещей складывается действительно великое. Благодарю тебя, что ты можешь видеть это большое, то, что есть внутри каждого человека. Для тебя нет много значимых или мало значимых людей. Они у тебя все значимы. Потому что твое сердце, оно принимает. И пусть еще больше оно расширится, чтобы принять еще многих. Я верю, что это возможно. Спасибо тебе. Я искренне хочу дружить, так же, как с Аней, с каждым, кто здесь сидит. Это не большие громкие слова, это сердце.